Воздушные силы ВСУ Воздушными силами ВСУ продолжается, и сегодня утром 19 февраля враг не досчитался еще двух самолетов, а именно фронтового бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35. Как сообщает командование воздушных сил оба самолета были уничтожены на восточном направлении. Важно то, что это уже стало методичной работой наших защитников, потому что за последние два дня враг потерял уже шесть самолетов. В частности, вчера 18 февраля, также утром на участке воздушного командования Восток был уничтожен еще один Су-34. А позавчера 17 февраля, на аналогичном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета, два Су-34 и один Су-35. При этом последние упали в районе 70-120 километров от текущей линии фронта. В частности, данные системы Коспас-Сарсад, которые извещают о местонахождении пилотов при авариях, сработали в районе Амбросиевки, что в Донецкой области, два неподалеку от Дякова, что на Луганщине, а один вообще на территории РФ в районе поселка Лосогорка. В то же время, чем именно уничтожается не имеющий аналогов в мире ведра с болтами и гайками остается под вопросом говорится в сообщении. Но наиболее вероятным вариантом остается так называемый блуждающий ЗРК Патриот, отрабатывающий по целям из засады. Для тех, кто не в курсе повторимся, что дальность уничтожения высотных аэродинамических целей для ракет GMT ЗРК Патриот составляет 150 километров. В то же время, дальность сброса бомб с комплектом ЛМПК, который использует враг, составляет 60-70 километров. Поэтому путем нехитрых подсчетов получается, что либо Су-34 и Су-35 при сбросе так называемых кабов или планирующих бомб залетают в зону действия ЗРК Патриот. Либо на территории Украины уже работают какие-то самолеты, как те же F-16 или Gripen. Другого варианта просто нет. Отсюда и сокращение, как сказано в сообщении воздушных сил поголовья вражеской авиации на 6 бортов за 3 дня. Поэтому друзья, хотим пригласить вас на наш второй резервный канал по ссылке под видео. Нам нужно там набрать 4000 часов просмотров, так что у кого есть время, тот может посмотреть там пару роликов, за что мы будем вам очень признательны. Ну и подписаться, поставить лайк и колокол, чтоб приходили сообщения на этом и том втором резервном канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!